Здравствуйте, уважаемые мои коллеги и студенты. Я предлагаю вашему вниманию классный час на тему «Слава защитникам Отечества». Наш классный час будет посвящен Дню защитника Отечества, 7 мая. Группа 1 АСРДО, куратор Сарсенгалеева Ажар Патрбаевна. Цель нашего классного часа – воспитание чувства патриотизма, гражданственности, физической и нравственной культуры у учащихся. Задача – познакомиться с структурой Вооруженных сил Республики Казахстан со службой военнослужащих в мирное время, развивать способность чувствовать, сопереживать, формировать умение слушать окружающих, развитие позитивного отношения к службе в рядах казахстанской армии, умение дружить, беречь дружбу. 7 мая – день образования Вооруженных сил Республики Казахстан. Ещё Пётр I говорил – военное дело – первое из мирских дел, як и важнейшее для обороны своего Отечества. Я предлагаю вашему вниманию стихотворение «Отан», которое прочтёт студентка группы 1 АСРДО Сарсенова Куралай. Какова же структура Вооруженных сил Республики Казахстан? Днём образования Вооруженных сил Республики Казахстан является 7 мая 1992 года. В этот день был подписан указ президента о создании собственных национальных вооруженных сил и был назначен первый в истории страны министр обороны, генерал-полковник Амур Магабетов, генерал армии Казахстана, высшая воинская званая республика. По состоянию на сегодняшний день организационная армия Республики Казахстан представлена тремя видами – сухопутными войсками, силами воздушной обороны и военно-морскими силами. Армия Казахстана, численность которой составляет около 100 тысяч человек, входит в сотню наиболее боеспособных армий мира. Сухопутные войска – они образованы в соответствии с законом Республики Казахстан об обороне и вооруженных силах Республики Казахстан. Основное их предназначение – защита территориальной целостности Республики Казахстан, защита ее суверенитета, оборона государственных и военных объектов, оборона сухопутных границ, участие миротворческих местей. Они являются самым большим по численности личного состава видом вооруженных сил. По приблизительным подсчетам, в сухопутных войсках проходит службу порядка 50 тысяч человек. Силой воздушной обороны является система объектов военно-воздушных сил, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, предназначенные для обеспечения прикрытия от воздушных ударов территории Республики Казахстан, оказания помощи сухопутным войскам в отражении наземного вторжения, а также для выполнения транспортных и пассажирских перевозок в интересах Министерства обороны. На вооружении сил воздушной обороны находится множество типов авиационной техники, позволяющей пополнять весь спектр задач. Военно-морские силы Республики Казахстан имеют главные задачи к защиту экономических или иных законных интересов Казахстана в Каспийском море. Помимо непосредственно Каспийской флотилии, к военно-морским силам относятся морская пехота, береговая артиллерия и морская авиация. Из-за специфики Каспийского бассейна, а также геополитической обстановки военно-морские силы имеют на вооружении достаточно небольшие корабли и катера. По информации из открытых источников, на вооружении ВМС Казахстана имеется порядка 20-22 малых кораблей и катеров. В Республике Казахстан указом президента утверждены свои знаки отличия, ордена и медали. Примечательно, что большинство из них воинские. Ими награждаются мужество, доблесть и честь. Звание Халка Хармана или Народный герой было учреждено в 1993 году. Звание присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, гражданские и ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. Лицам, удостойным звания Халка Хармана, вручается знак особого отличия – золотая звезда и орден ОТАН. Существуют также ордена ОТАН – Отечество, Данг, Слава, Айбан, Доблесть. Орден ОТАН учрежден в 1993 году. Данным орденом награждается граждане за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, государственной, правоохранительной и военной службы, развития демократии и социального прогресса. Существуют также медали Йерлигошин – Замужество, Жаун Гирлик Йерлигошин – Завоинскую доблесть, Шапогат – Милосердие. Орден ОТАН-КРАН учрежден в 1995 году. Орденом награждается граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан. Кандидатура для награждения орденом определяется президентом Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан по должности становится кавалером ордена Алтун-Крана – особого образца. Орден состоит из звезды и знака на подвеске. Кого же бы хотелось поздравить? Конечно, в первую очередь, давайте начнем с наших пап. А почему? А потому что наших пап по праву можно назвать защитниками. Они нас защищали не только когда служили в рядах вооруженных сил, но и каждый день. А чтобы поздравить наших пап, я предлагаю вам тренинг, который называется «Ласковое слово папе от дочки». Студентки группы 1-й АСРТО будут говорить ласковые слова своим папам. А вы тоже попробуйте сказать своим папам ласковое слово. Мой пап, Оля, самый лучший, самый милый и родной. Я люблю тебя и знаю, что ты всегда здесь со мной. Я хочу тебя поздравить со 7 мая. На работе, что тебе ели, уважали и друзья. Ты самый лучший в мире. Ты самый лучший для меня. Ты самый главный, сильный, умный. Папа – мой герой. Папа – самый родной человек, самый дорогой, самый хороший, всегда поможет и поддержит. Папа – самый красивый. Мой папа – герой. Мой папа – добрый. Мой папа – самый лучший. Спасибо большое, девочки. Да, наши папы – самые умные, самые добрые, самые красивые. Они – наша опора. 7 мая Казахстан отмечает славный и важный день. День защитника Отечества. Хотелось бы от души поздравить сильную половину нашей страны и мужчин нашего колледжа, как преподавателей, так и студентов. Пускай ваш путь будет победоносным и славным. Желаем вам во всех делах проявлять доблесть и самоотверженность. Не страшится неудач и опасности. Пускай ваше сердце горит бесстрашием и любовью к Родине. Вы – наша опора, защита и уверенность в счастливом будущем страны и наших детей. Спасибо за то, что в любой момент вы готовы стать на защиту родной земли. А теперь я предлагаю вам послушать строки стихов и посмотреть рисунки поздравлений студентами группы 1-й АЭС «Эрдон». Поздравляем майский день. Поздравлять мужчин не лень. Всем здоровья и добра. Защитите вы всегда. И спасете вы от бед. Лучше вас спасать и нет. Будьте сильны навсегда. Не болейте никогда. Бойцы, вы страны охраны. Поздравляю с праздником стражи Казахстана. Силы, здоровья вам, любви. Небо только чистого. Радует страну поискать. Солнце вышло чистое. Майским я вам хочу поздравить всех защитников страны. Вы – надежды Казахстана. Все красивы и умные. С праздником, славным парнем. Силы и успехов вам. С вашей помощью пусть только просветает Казахстан. Всем спасибо за внимание и за участие на нашем классном часе. С праздником!